Попов представлял память человека как память человечества. Если вы умеете управлять своей памятью, вы сможете добиваться результатов с помощью этого в жизни. Получать то, что вы хотите. То есть добиваться конкретных физических результатов. Я имею ввиду денег, должностей, выполненных задач. Помните, роль личности в истории. Вот это как раз архетип личности в истории. Стержи и власти. Это архетип всегда. Поэтому мы говорим, что Попов изучал архетипологию на математическо-нейрофизиологическо-духовно-психологическом уровне. То есть он мог с архетипами делать что угодно, как с отдельными людьми. То есть он мог вытащить из человека отдельную личность, поставить ее рядом с человеком, наделить ее нужными нейрофизиологическими характеристиками, наделить ее нужными психологическими характеристиками, наделить ее нужными духовными силовыми характеристиками и соединить с тем человеком, который стоит перед ним. Что личность изменяла до неузнаваемости Возникал другой человек То есть он любил людей как из пластилина В этом его колоссальная заслуга перед наукой Поэтому этот архетип в разных проявлениях появляется Разные типы архетипа вылазят наружу И они очень классный инструмент для решения задач То есть это методы реализации задач при помощи памяти Если научиться управлять архетипами Своими собственными персональными лицензерными так называемыми рядами Как говорил Попов То можно большие дела делать Громадные дела Сила памяти человека безмерна Сила памяти человека безмерна